всем привет вы на канале двинки тайм и мы сегодня продолжаем проходить beholder 2 и так как прошла для меня для меня прошла уже целая неделя а для вас буквально два дня последней серии то я уже ничего не помню это неважно это неважно нам нужно не о чем говорить особо скажем не блин вот находим идем говорим ему что мы все сделали может подойти к нему вы чего пришел на лишь верка сандр разрешите доложить ваше задание выполнено отлично теперь если этот умник не сдастся до копейки ему хана это женщина пол не имеет значения когда мы говорим о профессиональной реализации личности в android drive да что ты умник какой ой извините умница какая такое такая умная прям я не могу пол не имеет значения но ты будешь теперь женщиной значит точнее в женском роде обращения к тебе будут раз пол не имеет доказал что не полный дебил как остальное теперь следующее сейчас идешь в офис в офис собираешь деньги приносишь мне какие деньги ты тупой государственные деньги ред грэви деньги которые наш дебильный посетитель жертвует в пользу нашей великой страны через наших дебильных сотрудников твои коллеги сами знают сколько они мне должны если не забыли то ракович им напомнить соглашусь он слишком злой хорошо все сделаю правильный ответ кругом марши закрыли перед другой стороны вот же мудак внешно просто мудло просто мудло магта мы тут можем обсудить магда товарищ фергус пригодил мне собрать отчисления с моих коллег отчисления какие отчисления кому я ничего никому не отчисляет наглая лошадь левита так как я попал отчисления в его пользу государства а вы про это говорите прямо и не мямлите сумма должна быть такой чтобы красиво всех лежала не надо мелочить мелочи таскать тысячи будет в самый раз еще и как мне подожди а но это помогает что какой-нибудь или что не поняла кстати нам нужно выполнить задание вот это нас лидер от грейва но я не захотела помогать этому мудаку а это кто а это этот мудак марка мне нужен сельф ты не хочешь приколыться надолго мне не хочу давать вернуть сельф он мне нужен а мне например культ повышения это не моей власти каким-то авторитет в министерстве не спеши меня нет ну я я могу подожди но я могу но я не хочу утратить авторитет я не знаю чё вы сделали вот чтобы вы в этой ситуации сделали потому что прям вообще не знаю кстати времени уже маловато порой с посмотрю чё нужно умение еще взламывать всякую фигню ты можешь что-то нам сказать интересное что у него можно купить я поторговала но не знаю он сразу заберет у меня эти триста по не хочется чтобы он сразу забрала это конечно не куплю опа стопа стой-стой-стой-стой-стой-стой спросить про эму хазер я знаю что ты влюблен влюблен откуда я видел немало влюбленных мужчин это выражение лица нельзя спутать ни с чем я и сам был такой когда ухаживал за женой так что рассказывать я знаю это не может быть мамуля меня убьет смысле графа вы мне не что же твои жалкие жалкие ботаник я ничего такого не говорил мне не надо я сам знаю я влюбился в маму в первую же секунду как увидел и с тех пор страдаю как последний дурак ты знаешь у нас вообще страна располагает к страданиям тут нечего стесняться она очень хорошая девушка я считаю что вы были бы прекрасный парень правда так думаешь? конечно видел какая она красивая как с обложкой журнала молодые патриотки а я я как я могу подойти к такой ну давайте поможем хотя она я не знаю кажется он ей не нравится я попробую ну смысл может чем-то это мне поможет ладно спорить не буду петерни спортивного плана спортивного плохого парня каких любят девушки что что плохого парня извините девушки вы любите плохих парней вот мне просто интересно что за ты какого фак ты не тянешь но есть и множество других положительных качеств которые ценят женщины За всех сторон ты позитивный персонаж, понимаешь? Нужно только сыграть на твоих сильных сторонах Каких? Ты работящий, не пьющий тебя с перспективой Ты совершенно не похож на человека, который способен сделать девушке больно И что мне делать? С чего начать? Пригласи ее на свидание Но не в ресторан или клуб, а в театр или на выставку Это покажет, что у тебя серьезное намерение Свидание? Ты с ума сошел? Он уже просто посмеется надо мной и все Тогда начни с цветов Ты знаешь, какие цветы им нравятся? Я недавно совершенно случайно нашел страницу из журнала с цветами В ее мусорной корзине Ты че, сталкер? На странице были нарисованы Красные и белые розы, фиолетовые фиалки Красные маки, желтые тюльпаны и белый ковыль Вот это память Еще бы, мамуля говорит, феноменальная Я знаю на Иисус все речи вождя Лучше бы ты знал, какие цветы им нравятся твоей любимой девушке Ладно, я попробую это выяснить сам О, Эван, это было бы великолепно Не знаю, потом с тенихами разберусь Потому что меня вообще напрягает эта тема Это че за вымогательство, как это убрать? Можно вообще Пойдем поговорим с ней Думаю Что случилось? Какие цветы ты любишь? Все, кроме маков У меня на них аллергия Какой у тебя любимый цвет? Красный, конечно Все любят красный Такой же яркий, как на стягах у министерства Поняла Красный и не маки Да, она же сказала, не маки Вот иди Веди Она любит красные Кветочки Друзновые какие-то нравятся Эмми Красный А, нет, красные розы и маки наоборот Мне нравится А, это вы меня что сейчас решили, а? Красный роз Думаю, красные розы будут в самый раз Надеюсь, у меня все получится Да, я тоже надеюсь А мы с вами пойдемте Походим, поищем Посмотрим, что да как Еще тут можно сделать И подумаем над заданием Наследие Редкрейва Собрать информацию в Феркусине Как бы на мое собрать Может, ты что-то скажешь Говорить Коллег А как вам наш начальник? Селеный мужчина пройдет Взглядом не поведет Кремень Да нет Кремень тверже Как будто хлеб По корточкам Вы видите это? Вы видели это? Зубот Ты кого сломаешь Два счета Так что Я дали ему тихонько Да и не осчитываю Подальше от начальства Как говорится Поближе к деньгам Начальник разве Не у тебя обедает? Ты что? Таких как он Только в ресторанах обедывает Тем лучше Для них Для меня Этим гурманам не угодишь О, отлично А что тут Можно что-то Ого Это мы сейчас Выполнили Вот это вот Позвонить Каннингем Он нужно будет Позвонить Ну хорошо Позвоним Он вроде мудак Вообще не жалко Ну В смысле Начальник Начальник у меня прям Вообще Такой жуткий тип Такой Просто мудло Не нравится мне он Ничего Их наверное Только раз в день Нужно смотреть Я думаю Ну а может и нет Может и да Ладно Наверное раз в день Буду смотреть Я не помню Смотрела ли в прошлый раз В прошлых сериях Но Без тождя Который дает За поклон Сколько Одну И тратит Тратит эти Пойдем Тратит 5 секунд Да, 5 секунд Не, блин Это жесть Это жесть Бюро находок Нам нет смысла лезть Идем домой Смотрим Что у нас есть Может позвоним Насчет этого Фергусона И Посмотрим Может что-то Можем посмотреть Выучить Хотя времени мало Уличные бинокли Так О Утрачен навык Знания героев сериала Почему Что это такое А ну подожди Тут кто-то стучится Или что Давай посмотри Ой Что это За мудаки Можно просто Не открывать Я не хочу Открывать Там вообще Какой-то Ты видишь Что это такое Не знаю Я их не знаю Не хочу Открывать Интересно Открыть Ну Алло Сообщите О разговорах Коллег Насчет С Да Я поговорил С коллегами Насчет Фергусона И что ты выяснил Ничего необычного Коллеги не сказали Ничего Чем его можно прижать Додолжай наблюдение Нам нужно найти Достаточное основание Для его ареста А эту информацию Сдать через телефон Для рапорта Авторитет Не будет лишним Понял Открыть Или не открыть Давайте дальше Пока пойдем Не знаю Мне не хочется Открывать Здравствуйте По вождю Я купила Деньги тратить Не хочется Все дела Позже Может Да Более Тут нужно платить За все Подряд Советы на все Случа жизни Новый навык Скидки на оплату Водоснабжения Вот это прикольно Это хорошо Классно Пойдем Заплатим За что-то И попробуем Поговорить С этими непонятными Людьми Так Срок Три дня Уплата Отопления И оплатим Три дня Ладно Давайте поговорим Стоит ли оно Того не стоит Кто знает Их же было двое Здравствуйте Чем могу помочь Разрешите Отрекомендоваться Симон Валуа Управляющий Этим Управляющий Этим чудесным домом Как устроились Или в порядке Может быть Вам нужна помощь Да все нормально Еще бы Счета Парижа приходили Как я вас понимаю Будь моего Дабы вообще Денег не бралось Проживающих Вы сами понимаете Работа Тимон Я просто поштил Обожаю людей С таким Изящным Изящным Чувством Юмора Не уверен Я уверен Мы подружимся Моя супруга Маргарет Готовы чудесный Студень Из коровьих хвостов Заходите У гостя Угощу Так Тут же два человека Хорошо Как-нибудь Иду Симон Извините Я в стол После работы Хотела Откнуть У вас Ко мне Какие-то Вопросы О Простите Был Она Я задержу У вас Еще буквально На минуту Мне неловко Поговорить О деньгах Но все Жильцы Дома Должны Срочно Сдать Фонд Капитального Ремонта По 100 Если у вас Только Нет Дайте Сколько Сможете День Нужны Прямо Сейчас Это Вымогатель Какой-то Я не знаю Коллектор А это Не то Ждите А кто ты Типа Чувак Я тебя Не знаю Ну Как бы Я не хочу Ничего Давать Это Правда Мне кажется Он Врет Нет Давайте Я сдам Песни Я только Недавно Вышла На работу Поэтому У меня Тописат Точно Мутак Да По-любому Блин Все это Меня Просто Решили А я могу Как-нибудь Найти инфу По нему Найти Человека Узнать Кто он Не могу Я ничего Поняла Ну Не надо Странно Удивительные вещи Девятая Нальпятая Идем Будучный бинокль Наверное Нет смысла Поэтому пойдем дальше Хотя может Есть Кто знает Жим с вами Дальше Так Думаю Можно обыскать Что тут у нас есть Может кто-то Что-то потерял Нет Идем Тогда еще Дальше Угу Так Пойдем Сразу И что там Нам нужно Внести Деньги Начальнику О Питер Донг Вега Как твой букет Для эмы Произвел впечатление Наверное Не понравились цветы Мне кажется Что провал Ты же подарил их Да Как и договаривались Положил утром на стол Но Что с того Она лишь посмеялась Смеялась Или улыбнулась Улыбнулась Но какая разница Все кончено Ты же уникальный человек Улыбнулась Это значит Что ей понравилось Теперь пригласи Ее на свидание Ты с ума сошел Мне никогда Не хватит На этой смелости Давай попробую Что-нибудь Что придаст тебе решимости Найти что-нибудь Что найти Не знаю пока Нужно попробовать Найти какую-нибудь Инструкцию для тебя Или поспрашивать коллег Может кто-то подскажет Как раскрепостить тебя Средства для храброго Нет Не надо Подожди Я конечно могла бы Ему отдать Средства для храбрости Но пока Она нам не надо Так Кстати Вот этот чувак Блин Не знаю Ладно Теперь будем Пригласил на собрадение Трипит на побегушках у него А что Я с начальником спорить буду Да С этой волосы Скотина Не поспоришь Так что Ну еще денег Нет у меня никаких денег Кризис Стагнация на рынке Слыхал такое слово Говори А Поняла Класс И что И что ты хочешь этим сказать Как бы И что мне теперь Из-за тебя Вот это Делать Ты интересный человек Я тебе так скажу Класс Просто класс Ну типа У тебя нет денег А мне чё с этого Что мы можем Заглав Классно Что папка из архива Нужно кому-нибудь отдать Можно ли мне ее читать Нет Ну пойду А Или нет Сейчас смысл отдавать Давай поговорим С ней Папец Ну привет Товарищ Вергенсен просил Сообщить Что ты ему Кошта должна Я могу Это что-то передать Ему Мы с тобой Настолько Тружны Чтобы доверяла Передавать Товарищ Вергенсен Что-то через тебя Ну и До свидания Блин Они Меня Не любят В общем-то Не хотят Мне помогать Не нужно Им Совершенно И тут Ничего Нет Даже Не знаю Даже Не знаю Нужно еще Поработать Но сейчас Я сбегаю Еще Сбегаю Еще раз Сюда Может Что-то Есть Новое Очередь Каждый раз Ждать ее Можем Пообщаться Я нашел папку Давай ее сюда Я разберусь С ней И с тем Кто виноват В тюрьме Она у меня В шахтах Искниет Паршивец И на будущее Если она Те ищет Что-то подобное Немедленно Несите мне Никому Не показывай Не заглядывая Содержимое Так будет Безопаснее Вам Мне Я вас Понял Так поступлю Она уходит Блин Может это Означает Что у меня Сейчас есть Возможность Наверное Это очень Плохо Наверное Это очень Плохо Наверное Это мне Очень 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 Плохо Все будет Могила Эмилии Кларч Моей единственной Дочке У нее Умерла Дочка Приглашение Спасибо за Приглашение Я не смогу Разделить вас Ваш с Ольгой Праздник Возможно Зазбыл на этот День для меня День траура Прошло всего Петельство Момента Так как я потеряла Двух самых близких Мне людей Одну забрала Смерть Другую систему У нее было Две дочки Благодарим вас От всей души За помощь Нашему дому Негодных Вы нас просто Спасли Дети Ого Так Товарищ Раковец Ежемесячный Плановый Смотр Камер Произведен Вот отчет Рабочий стол Неисправен Неисправен С ней не обнаружено Объясните Запросы В отдел Беспас Магда Я требую Срочно увеличить Показатели Сбора Сотрудников Моего этажа Придумай Какую-нибудь Награду Для холопов Устрой соревнований Между сотрудниками И с наградой В виде Внеплановых работ Или напугай Внеплановыми работами Мне все равно Главное Что к концу месяца Каждый сотрудник Превыполнил план Как минимум Два раза Вот же конечно Вот это трэш А что тут еще Можно сделать Я знаю Что это все фигово Но может быть Нам это очень пригодится Биометрический сейф Это наше Слушайте А у нас там Что-то появилось На Магду Помогает детскому дому Важный день Для раковиц 6.02 Мать Эмилии Кларич Блин Да Жестко Это жестко Откроем Эмниц гениально Обращается с цифрами Он по-настоящему Увлечен этой работой Честно говоря Когда я привлекала его К проекту Хеймдаль Я даже не мог Предположить Что он станет Таким бесценным Приобретением Я много раз Говорила ему Говорила ему Что он растрачивает Себя на первом этаже Что можно найти Лучшее применение Таланта Работать со статистикой Он в ответ лишь улыбается Иногда мне кажется Что он единственный Кому можно довериться Если бы я не знал Кто он на самом деле И ни на что способен Я был бы Я бы без раздумий Стал ему другом Эмм Кремницу Не поняла Кремница Ну типа Очень Хорошо Идем дальше Там шестое число Это важное число Для Магды Что А у нас какое Не помню Какое у нас Нужно поработать Ага Ладно Давайте дадим ему Все-таки Наверное Для этого у нас Лежит В инвентаре Конечно Это тупой вариант Совершенно Как по мне Все это мне принес Может я могу Что-то еще Подожди Нет Я не буду Я не буду Идем поработаем Нужно поработать Все-таки Что у нас тут Пусть бланка Все, давайте Мы с детьми Выдали квартиру По Доме По улице Благополучия Но когда мы туда пришли В нее жила Какая-то семья И она нас не пускает Запрос Я почетный Дором Моя кровь течет Тысячах наших бойцов И что мне теперь Детей подъем Разберитесь С этой ситуацией Социальная забота Наверное Или порядок Нет Бланк не тот Блин Ну почему Я так туплю Иногда Проститель Добрый день Я работаю на почте Закрывальщицы Кем? Закрывальщицы Письм Я заклеиваю письма Для прощения Цензором И языком Заметьте Так вот Какие-то шутники Стали добавлять В клей для конвекторов Выжимку перца И у меня Пух язык Я не могу работать В таких условиях Найдите этих шутников И пусть они сами Свой перец слижут Жалоба Жалоба Труд Или Порядок Скорее порядок Стоп Порядок Да, это порядок Четверг Четверга У нас нет Отказать получается Есть работающий кабинет Я не Что Ой Ладно Ладно Хорошо Буду внимательнее Я из перо пропаганды Принес вам сочинение Учеников нашего округа На тему Как я люблю мудрого вождя Для лингвистического анализа Думаю это информация И я думаю это патриотизм И Четверг Отказать Вот хоть что-то Спасибо И на том спасибо Так Я принес информацию О распределении Выпускников колледжа горного дела Кому бы я мог их отдать Культура и спорт Социальная забота Или социальная забота Да, наверное, социальная забота Так, еще раз Четверг Вот есть четверг Блин Вот Капец Нет, ты прикинь Я бы хотела узнать Расписание представителей Это запрос Выпускную Школу сводить Приобщить к прекрасному Почему? Культура и спорт Культура и спорт Четверка 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 Печатся Ну вот Вот, хорошо Все Я выполнила план Верно Нет, не выполнила А почему? Я принес рецензию На новый фильм Это такое счастье Быть причастным К таким великим произведениям Как точно автор передал Великолепный мир Порядок и гармонии Этот шедевр Это шедевр Кинематографии Принес рецензию Это информация 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 Идем с вами Блин Что же делать Может правда У него пошарится Блин Я под Так и знала Так и знала Торговать О, я теперь с ним могу Торговать Торговать Это навсегда, да? Хорошо Это классно Это хорошо Это норм Но нужно что-то нам сделать Питер, начальник говорит Что ему что-то должен Доклад Он почти готов Только нет, Питер Не доклад Тоже бумажки Только поменьше Размером с цифрами И портретом вождя А, ты про взятки Вот тут все до последнего нет Очень интересные дела Давайте с ней поговорим Говорите о семье Почему горит 200 Я не знаю вообще Вот стоит ли тратить Или нет Наверное стоит все-таки 4 часа А что это? Купить можно А я возьму и положу Я все равно план выполнила Работа О, работа с терминалом Это мне надо И это мне очень надо Это отлично Сейф Так, подождите Открыть Вырванная страница из дневника Сколько лет ушло на подготовку Столько сил потрачено Столько жертв принесено Через месяц Первый тестовый выпуск Возможно все Возможность все изменить К лучшему Обойдет плод Через каких-то 30 дней Даже не верится Что так скоро И я наконец-то смогу Увидеть сына Встретиться без опаски За его жизнь И жизнь его семьи Но пока еще рано Мечтать и праздновать победу Нужно многое проверить Главное, чтобы стабильность сигнала Не нарушала альфа-ритмы На 9 ГГЦ ГГЦ Интересно Пойдемте Пробежимся Посмотрим Чего там Может найдем еще Так Ну-ка Я ему говорю С таким авторитетом Как у тебя Лучше с курьером Встречаться будет А он что? Пошел зарабатывать В карательную команду Записал с этих Как в общем Шпионов ловить Ну ты стерва Я себе цену знаю В разговорчике Ну не особо Они мне понадобились Честно говоря Ну не важно Блин Теперь времени полазить нету Ну и ладно Значит другой раз полазим Может поговорим с ним Так он все то же самое Делает Окей Не знаю Есть ли у нас вообще Варианты какие-то Насчет Того Чтобы во-первых Помочь Помочь Чуваку С Храбростью Да И Есть ли у нас Какая-то Возможность Вот это вот Изменить Потому что я не хочу Выполнять Его Предложения Это слишком Может с собой Поговорить Нужно Не Не о чем с тобой Говорить Поняла Хорошо Музыка-то Такая играет Прямо Хорошо Что ж такое Ой Телефон звонит Звонок Привет, дорогой Как приятно Наконец-то услышать твой голос Нет, нет, дорогая Столько дел навалилось Я устроилась на новом месте Все замечательно Сижу в министерстве Принимаю постель Я прикладываю бумажки Поясню Что-то про отца Расскажу Когда приедешь Я не скоро приеду, милая Но я понимаю Это не телефонный разговор Решай свои дела У нас с дочкой Все хорошо Как приятно это слышать Повторишь У нас все хорошо Нам ничего не нужно В рейтинге спокойно Средоточься на работе, дорогой Я знаю Это важно для тебя Квартира нормальная Тебе понравится Три большие комнаты Есть кровать, телевизор Книжный шкаф и кухня У нашей девочки Наконец-то будет Своя комната Мечтаю о встрече с вами Я тоже Мне уже нужно идти Клади трубку Нет, ты Нет, ты клади Нет, ты первая Нет, ты Значит, продолжим Клади трубку Нет, ты клади Нет, ты первая Нет, ты Ладно, закончили Что это опять? Оно Вмокает у меня деньги Я сейчас пойду И скажу, что я тебе ничего не дам Слышь, ты Нет, это кто-то другой Что, вы меня достаете сейчас? Я не пойму Добрый вечер Здравствуйте, чем могу помочь? Меня зовут Каспер Пулман Я управляющий этого дома Вот мое удостоверение Меня зовут Эмон Я так и знала Так и знала Я так и думала Вот я знала Надо было удостоверение показать И ко мне уже заходил управляющий Как его Симон Ло Это старый пьянчуга С третьего этажа Управляющий Он так сказал Еще и денег просил, наверное Да, на фонд капитального ремонта Вот никотей Увидите его на пороге Еще раз гоните в шею Сообщите мне Я с ним разберусь Я не знал Спасибо, что беду приедет Давайте перейдем к делу Как управляющий дома Я должен познакомить вас С правилами проживания Я вас слушаю Итак, Иван Вы проживаете в доме Для государственных служащих Вам запрещено Шуметь, солиться Содержать домашних животных Забирать дверь Запирать дверь? Вот-вот И я об этом запираю Как иначе смогу проверить Выполняете ли вы эти правила Что-то еще? Ладно, около стописи Миктовно, я вижу Что вы человек смышленый И сами с ними знакомились Кстати, за нарушение правил Немедленное выселение Я понял Не забывайте оплачивать что-то И закрывайте кром И свет выключите Всего доброго Да, иди отсюда уже Пристают постоянно, блин Капец Пойдем, оплатим Давайте вот так вот оплатим Посмотрим Посмотрим сериальчик Один Опять И Возможно Вот эта вот книжечка Нам поможет Где? Вот эта работа С терминалом Вот эта вот Возможно Она поможет нам взломать Как-то много, нет? Жесть Ладно Короче, спим Десятая, ноль пятая Что это? Незнакомец Давайте поговорим И тогда будем заканчивать Возьмите, можно к вам обратиться? Слушаюсь Вы работаете в министерстве Я правильно понимаю? Да, все верно Но как вы догадались Профессиональная наблюдательность Ничего особенного Передработайте с марк-конверкером Так, перед этим этот конверт Это очень важно Давай Я, конечно, буду рад помочь В конверте Нет ничего запрещенного Нет, что вы? Это просто записка Дружеская болта Нет, ничего запрещенного Что ты мне Ты слышишь? Какой подозрительный тип Что мне делать с конвертом? Легран, мы меня оживем Съесть, если я его вскрою Но робот-курьером Я тоже не нанимался Тем более, когда меня используют Вот так вслепую Вскрываем Я не могу рисковать Нужно посмотреть Марко, у нас проблемы Наш канал прикрыли Того придурка, что приносил товар Министерству Свои задницы поймали Думай, как нам приносить Таблетки в обход охраны Думай быстрее Что? А вот это уже интересно получается О, это же этот чувак Это ж наш Который не мог мне помочь Мы сейчас с ним пообщаемся Давайте пообщаемся Мне очень хочется с ним пообщаться И тогда точно закончим время Вот это надо Это надо Это важно Так, первый на ходах Посмотрим Это ежедневная практика Но нужно будет один раз Один раз Уделить полностью восемь часов И потом у Магды Штука стоит такая Там, где восемь часов нужно Так Сейчас мы пообщаемся с тобой, зайчик Мы узнаем, что да, как у тебя Может, может, можно от него избавиться Пойти и просто взять и пойти К Слушайте Если я возьму А если я не скажу, то, а слышу А откуда мы знаем, что это ты? Что это не твое? Хотя там написано Марко Подождите, а я что-то Сказала? Я его сдала сейчас, нет? Подожди Да, потрачу еще 15 секунд Окей Да, я его сдала, походу Слушайте, я его сдала Куда? Ну, блин Че, не мои проблемы Не мои проблемы совершенно Вообще От слова совсем не мои Я бы с ним поговорила Но я не буду Можно, кстати, прямо сейчас Выделить эти восемь часов А, не получится Тут час ожидания Блин Точно Точно Обидно Обидно А я надеялась А так хотелось Ну ладно, другой раз Хорошо, прямо вот здесь и закончим тогда Вот здесь Возле булочек Ух Спасибо вам, твинчата, за просмотры Не забудьте подписаться на канал На инстаграм, на твиче Также ставьте лайк Оставляйте комментарии Кликайте на колокольчик Всем отличного настроения И до встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok